Субтитры делал DimaTorzok Дело в том, что это вот тот довольно нечастный случай в истории науки, когда недоосознание сильно опережает знание. Знания о предке появились только после того, как был изобретённым совершенством нормального микроскопа. Без этого никакие знания о предке появились не могли. А вот о том, что наш мир построен из каких-то мелких частиц, об этом исследователи, я не могу сказать, догадывались. Но вот это осознание приходило в голову естества испытаний, начиная с античного мира. Демокрит ещё в конце 5-4 веков до н.э. писал о том, что некие мелкие животные, которые не воспринимаются в нашем зрении, и которые через последствия воздуха могут заходить внутрь, в наше тело, через рот, нос и пищу, производя тяжёлые болезни. Вот это осознание того, что есть какой-то микро-мир, повторяю, оно допутствовало человеку, начиная с Антики. То же самое относится к египетским папирусам. За 5 веков до н.э. египетских папирусов египетские жребцы точно связывали развитие разнива-нива с кучками малирии и говорили о том, что в воздухе парят миллиарды мелких существ, которые проникают в тело и вызывают малирию. На самом деле, понятно, существование комаров и веносчиков они тогда не знали, но связь тяжёлых заболеваний человека с этим фантастическим микро-миром, да, она была хорошо известна, уже действительно в какой-то степени известна вот в эти очень древние времена. Рим. Это уже конец прошлой эры, да и начало нашей эры. Марк Терриенцев и Ворон написал, что в суровом воздухе болотистых местностей миллиарды мелких животных пронизывают весь воздух и проникают внутрь тела. То есть он полностью повторил Демокрид. Храскетти, это уже за 150 лет до Левенгука, писал о том, что тяжёлые заболевания называются мелкими животными. Вот, повторяю, знать этого не мог не то. По сути дела, знания начались только с Левенгука, вернее даже эпоха предзнаний. А вот осознание того, что есть какой-то микро-мир, который играет важную роль в жизни человека, да, вот это не вызывало у исследователей, у естественных испытателей разных времён и разных народов, да, не вызывало на самом деле никаких сомнений. Ну, а, повторяю, эта предыстория, которая тянется, пожалуй, на протяжении, ну, практически всего времени до начала XVIII века, вот действительно прерывается уже в начале XVII века. Это конец 600-х годов и последующие столетия. Пожалуй, первым, кто заговорил о настоящем существовании микро-мира, уже, по сути дела, основатель современной науки, был Георг Викторин Ленин. Это удивительная фигура в истории науки, которую вообще не будет ни за что испытать. Это философ, это математик, причём математик очень крупный. Это политик, действительно настоящему политику, принимал активное участие в политике своего времени. Родился Ленин в 1646 году, вот как раз в середине XVIII века, а умер в начале следующего XVIII века. Родился он в профессорской семье, поэтому с детства получил блестящее образование. Не потомственные двери, а это настоящая такая, к современному сути слова, интеллигентная семья, где образованию детей придавалось колоссальное значение. С шести лет он, правда, остаётся без отца, но уже в пятнадцать лет он поступает в университет. Его знания оказалось достаточным для того, чтобы попасть в университет и войти в качество студента. В университете он изучал право, надо сказать, очень широкий набор специальностей, философию, математику. И по математике, собственно, с математикой Ленингец был связан всю свою жизнь. В 1663 году он получает степень «Бакалавра». Пишем диссертацию, название которой можно привести на русский язык словами «Принцип индивидуальности». Вот его привлекает проблема индивидуума, часть целого, целая, совокупность индивидуумов. Вот этот принцип индивидуальности становится темой всей его тоже будущей работы. В 1666 году он получает степень «Доктора». Барон Бойненбург приглашает его в Нюрнберг. В Нюрнберге он, правда, долго не задерживается, переезжает в Майнск. В Майнске у него ситтен все пусы в Асутии. Среди, пожалуй, главных заслуг Ленингца является то, что он является автором дифференциального исчисления, которое вовлечение математика не сыграло свою роль. Это действительно знаменитая дата в истории математики. Но попутно, вот с этими научными исследованиями, и математическими, и философскими, он ведет еще очень серьезную политическую деятельность. В частности, он выступает с призывом к объединению всех христиан. Такая попытка объединить все христианские церкви, и католическую, и протестантскую, и православие. Естественно, что эта попытка успеха мне уменьшалась, и шишки на голову Ленингца посыпались в огромном количестве. Но, повторяю, в этом тоже заключался сам Ленинг, это был характер, его позиция. В 1700 году он организует Берлинскую академию наук. Так, академия дарствует оппозиции. Ленингец знакомится с Петром, я имею в виду Петра Алексеевича Петра Первого, который делает его своим тайным советником. И функции тайного советника Петра Ленингец исполняет не один год. Петром отличается мне ближе. В 1711, 1712, 1716 годах. Ну, постепенно слава Ленингца начинает захотеть. и уже в 1714 году по практически от нее ничего не остается. За это время он использовал отношения со всеми великими мерами всего. Особенно все-таки ему не могли простить вот этот призыв к объединению всех христианских церквей. И в 1716 году он умирает в безвестности, без денежки. И на долгие годы слава Лейплице практически полностью сбывается. Под среди своих прочих работ, в том числе и посвященных проблеме индивидуальности, Лейплинт написал на самом деле одну великую книгу. Эта книга относится к 1714 году. Основа монардологии. Собственно, Лейплицу принадлежит зерна, которой мы пользуемся до сих пор, монада. Монадами называем одиночную клетку. Такой правобосклетки, бутеконосцев. Вот Лейплинт впервые придумал основу моногологии. Ну, а суть сводится к следующему. Повторяю, работы по монадологии он начал значительно раньше. Это книга вышла уже в начале 18 века. А первые работы по монадологии относились еще к 1697 году. Так вот, суть того, что писал Лейплинт, сводилась к следующему. Все существа, лежащие в основе мира, построены из монад. Которые представляют собой неделимые и простые духовные в себе частицы монад. Вот это неделимые и простые духовные в себе монады. Монады – это живые, духообразующие единицы, из которых все состоит, и кроме которых ничего в мире нет. Из монад образуются самые разные предметы, которые мы видим и ощущаем. Это, конечно, не похоже на современную клятвичную теорию. Это очень далеко от нее. Но, как вы понимаете, в сознании современников вот это утверждение Лейплица затвердилось, ну, закрепилось. И надо сказать, что, пожалуй, вот это учение о монадах, так же, как дифференциальные чтения математики, это вот главное наследие Лейплица, которое сохранилось на нашей жизни. Там дифференциальные чтения сохранилось в чистом виде, да? А учение монадов, конечно, претерпело очень серьезное измелье. За семь лет до того, как умер Лейплица, вот эта Лейплица в период своей славы... Мы ничего не видим. Проекты не работают. О, нижний. Так, затем хорошо. Ну ладно. В следующий раз покажу, короче, да? Вчера, почему? Может, не спит? Дождем немножко. О, вроде завершилось. Так вот, за семь лет примерно до смерти Ливня, за восемь лет, да? В 1707 году родился тоже известный в свое время, очень известный человек, вот хотел сказать исследователь, но, пожалуй, мы сдержимся от этого определения. это Буфон. Жорж-Луи-Леклерк граф де Буфон. Буфон. Повторяю, он родился за семь лет до смерти Лейплица. Так же, как и Лейбниц, но, правда, это потомственное дворение, семья относилась к числу образованных семей того времени. Он действительно получил очень хорошее образование, но вот образование Лейбница и образование Дюфона было принципиально различным. Вот Лейбниц, это молодой Лейбниц, относительно молодой Лейбниц, это действительно период его смертной славы, это уже посмертный бюст, посвященный памяти Лейбниц. Ну а следующим за Лейбницом оказался Джордж Луи Лейбниц Лейбниц. Это тоже, повторяю, это удивительная фигура. Но вот если Лейбниц был действительно ученым, и по лекторам, целькам, классических науковедов, Лейбниц обладал, пожалуй, такой мощью познания, такой силой интеллекта, которая могла бы сравниться только, пожалуй, с Эристотелем, вот эту фигуру ставят многие в один ряд Цельстотика, то Бюфон это фигура совсем другого плана. Вот начиная с Бюфона мы потом будем сталкиваться с этими фигурами. Это такие популяризаторы, которые несут на руку в массе, которые сами на самом деле не являются исследователями. Вот они не являются естествоиспытателями. Но у них хорошая память, хорошо подвешенный язык. И дальше они начинают то, что мы изучаем, как несут на руку в массе. Вот Бюфон относился именно к таким. Значит, он родился на юге Франции. Его отец был советником парламента в Дижоне. Среди знакомых его родителей было довольно много крупных политиков. И, в частности, он очень рано познакомился с герцогом Кингстоном. Герцог, который совершал неоднократные поездки и по Франции, и в Италии, и по почину парижского двора, и по собственному почину. И он очень часто брал с собой молодого Бюфона. Тогда еще ревляд. А несмотря на такой странствующий образ жизни, Бюфон, будучи все-таки действительно человеком, по-видимому, достаточно способным, он сумел получить не то, что хорошее образование, систематическое образование, но широкое образование. Он действительно был образован в самых разных областях знаний. После поездок и путешествий с герцогом он переезжает в Англию. Некоторое время проводит в Англии. Он переводит несколько трудов Ньютона на французский язык. Знаменитую работу Галя, статика растений, посвященная анатомии и морфологии растений. И, кстати, так же, как и Лейбнец, занимается математикой. Он выполняет несколько самостоятельных работ по математике. Хотя математику он никогда не считал своей главной задачей. Но именно здесь, как исследователь, он, пожалуй, проявил себя лучше, чем в других областях. В результате, ну, тогда не избирали членом почетного членов Академии, а назначали. Вот в результате появления этих работ в математике он получает назначение на пост члена Академии Французской Академии наук. В 1739 году, через 6 лет после получения звания Академика, он становится интендантом Королевского ботанического сада. И вот здесь он, пожалуй, впервые соприкасается с биологией. Это административная должность, которая оставляла, в общем, достаточно много времени для самостоятельных разыскателей. И вот с этого момента и начинается, по сути дела, естествоиспутательская деятельность Буфона. Он начинает интересоваться сначала растениями, ну, будучи, не знаю, там, ботанического сада, а потом и животными. Но совершенно отчетливо проявляется, вот тут отчетливо проявляется, вот тут отчетливо проявляется различие между, скажем, фондом, как литератный испытатель, и как Линей. Линей создавал строго, строгую науку. Линей создавал строгую методологию науки. Буфона это был принципиально неспособен, органический неспособен. Буфон, если хотите, он был не исследователем, это был такой широко образованный дилектант. По-настоящему, в хорошем смысле этого слова. К науке то, что делал Буфон, на самом деле не имело ни малейшего отношения. Особенно и области этого знаний. Если Линей, когда занимался то, что мы сейчас называем безнообразием, занимался тщательным изучением конкретных образцов, описанием строго, ну, может быть, часть него, нам кажется, что это не очень совершенное, но по тем временам, это была очень строго совершенная методика, по которой подвелось все описание. Вот этого Буфона не было. И вообще не интересовал Буфон. И вообще не интересовали организмы сами по себе. А вот он рассуждал о том, как они живут, как они общаются между собой. Это такая тема для популярной литературы. Причем, он не ставил локоть. Ради Бога, если бы Буфоном было бы основанием называться родоначальником современной этологии и так ничего подобного. Потому что это не была наука в строгом смысле слова. Это были рассуждения дилетантам на тему о том, как животные живут в природе. И, похоже, Буфон писал книги. Он писал не одну книгу. Он писал историю животных. Он писал историю природы. Это были знаменитые труды Буфона. Многотомные. Они действительно привлекали внимание. Ничего не могу сказать. Они привлекали внимание широкой общественности. Их с интересом читали. Их с интересом воспринимали. Но к науке это все в общем не имело практически никакого отношения. Потому что в это время уже существовало нормальное, серьезное наука в лице того же Ленея. Можно по-разному относиться к тому, что делал Карл Ленея. Но по тем временам это была серьезная наука. А вот у Буфона такой науки нет. Но, тем не менее, несмотря на все свои погрешности, Ленея. Буфона. Любимый с королей. В полном смысле этого слова. Потому что Людовик XV присваивает ему титул графа. Ленея. Вот тогда он становится Буфоном. Не просто Лекляр. Фамилия родителей. Он становится Граб де Буфоном. Людовик XVI помещает его бюст в знаменитом королевском научном кабинете. Буфоном. То есть, в славу он пользовался колоссальным. Вот этот царь Буфон. Это вот уже Буфон последние годы своей жизни. Это вот тот самый бюст знаменитый, о котором выпустила Ильич. И вот, среди прочих научных ископов, в частности знаменитой своей истории жизни, Буфоном пишет следующее. Живые органические молекулы, которые имеются везде. Комплексы молекулы представляют собой анимальку Ленингу. В отличие от Ленингу, он хорошо усвоил то, что делал Ленингук и его последовательности. Из молекул или анимальку Ленингу возникают обычные живые организмы. При гниении они снова распадаются на живые, сначала на анимальку Ленингу, а потом на живые молекулы. Ну, понятно, что при этом Буфон был активным сторонником самозарождения жизни. Да, это, конечно, не духообразующие монады Ригминса. Это все-таки живые молекулы. Но вспомните, как писал о живых молекулах тот же Карлины в конце своей книги «Система природы». И что-то написал о них Буфон. Термин один и тот же. Молекулы в ее живые молекулы. Так вот, повторяю, и это не могло пройти мимо внимания своего. Тем более, что в отличие от Ленинца, Буфон был действительно очень широко известен. И взгляды Буфона получили очень широкое распространение, в том числе и в России. Другое дело, что книги Буфона уже примерно через 30-40 лет вообще тратили всякое научное значение. Да они и в момент их создания практически таким значением работают. Это скорее, я уже сказал, что был великий популяризатор, где и там. И в этом отношении, может быть, Буфон и сыграл определенную роль. Потому что с него началась серия великих популяризаторов науки, которыми так славилась Германия в конце 19-го века. И которые сыграли колоссальную роль в развитии естествознания и биологии, кстати, в России. Вот эти немецкие популяризаторы. Начало этой особой линии в развитии народа, популяризации научных данных, положил начало саму. И Буфон никогда этого не скрывал. Он как раз и писал о том, что Ленея читает скучно, неинтересно. Это область специалистов. А вот его рассуждения о жизни, о нравах, о мысли живых, о возможности их расселения и распространения. Вот это публике интересно. И он был прав. Повторяю, это настоящая популяризация. Из вот этих первых опусов Буфона вышел такой великий популяризатор, как Брэм, Адольф Брэм. Написавший 11 томов в жизни живых. Но о Брэм мы еще будем говорить обе. Значит, и Ленец, и Бюфон, Ленец со своими анализами, Бюфон со своими живыми молекулами, велились, на самом деле, предшественниками. Предшественниками людей, которые и создавали то, что мы называем теперь клеточной теорией. И, пожалуй, первый в этой великолепной велигии был как раз Лоренц Акентус. Или просто Акентус. Лоренц Акентус. 1779-1852 год. Действительно очень крупный философ. Это, конечно, по масштабам он уступал в линии. Среди европейцев с Ленецом в это время никто не мог сорваться. Но, по сравнению со всеми остальными, Акент – это действительно очень крупная фигура. Акент был и замечательным естественным испытателем. Испытателем, который занимался самыми разными областями биологических энергий. А когда я буду говорить о том, какие курсы он читал, вы поймите, что я их не верю. Свою научную карьеру он начинает в Гетингере. Потому что на университете он получает первую должность – приватный доцент. А еще через полтора года он становится профессором в Гене, в Генском университете. И вот там он начинает читать курсы. Ну, первый и главный курс. Это его призвание. Это, по сути дела, судьба. Это натур-философия. Курс натур-философия. Но он читает курс, которого на самом деле никто не читал. Курс общей естественной истории. Это что-то вроде современного курса современного медицинского учения. Ну, так, как это понималось тогда. Он читает несколько курсов по зоологии. Его знаменитые курсы сравнить по сравнительной анатомии. А это революционный курс, на самом деле. Курс сравнительной анатомии. Думайтесь. Еще самого понятия эволюции не было. Но он читает... В своем курсе он рассказывает о том, как происходит усложнение живых организмов. Он читает целый курс физиологии человека и животных. И этот курс тоже привлекает внимание слушателей. Потому что, надо сказать, что оконду блистательный объект. Ну, и наконец, он читает курс физиологии растений. Только-только начинавшиеся тогда области знаний. Действительно, да. Столько первых шагов человечество делало в этой области. Вот начинается размежевание естествознания на отдельные научные дисциплины. И вот окон практически во всех тогда существующих дисциплинах проявлял себя в блистательном орудии. Вот, несмотря на такой... Ну, надо сказать, что окон был достаничим трудогоником. Нынешним. Современно нужны за этого слова. Потому что это были блистательные курсы, которые привлекали большое количество людей. Это курсы действительно достаточно научные. Ну, по тем временам просто очень строго научные. И вот, несмотря на это, он еще тратил большое время на политику. Вот тут он шел, точно сказать, за ремень. В течение двух лет он сдавал политическую газету. Газета «Инзис». Где обсуждал самые разные политические реформы. Предлагал... Предлагал эти реформы. Обосновывал их. Ну, в общем, кончилось это тем, что это вызвало такое негодование верностского начальства, что ему пришлось бежать из Гена и вообще сначала в Мюнхен, а потом в Тюрих. И на какое-то время он останавливается в Тюрих. И вот, уже будучи профессором Тюрихского университета, Атян пишет свою знаменитую тюрьму. «Лергу де симатиша натурфилософии» Учебник по натурфилософии. Натурфилософия Акэна – это, конечно, совершенно отдельная область. Это не то же самое, что вообще то, что мы называем современной натурфилософией. Акэна все-таки, дитя своего времени, он был достаточно верным в Тюрих. Он верил в творение Бога. Дитя, которого никуда не пришли. Он не богат лист. Но он считал, что всё созданное из мира, муче творения Бога, является явлением природы. Он ставил, по сути дела, определенный знак равенства между природой и Богом. Бог, создавая природу, создаёт всё, что имеется в природе. И дальше природа сама определяет развитие тех или иных частей своих. А что из этого следует? А из этого следует, что наука, государство, искусство, вещи, в общем, социальные, по происхождению, всё это явление природы. Вот в это упирается вот эта натурфилософская система всех построения Акэна. Всё, чем мы сталкиваемся, это явление природы. Самый разум не будет. Он не разделяет человеческое общество, социум, действительно непосредственно на всё. Для него это всё едино. И вот в этом едином он пытается найти и смысл, и определенные тенденции развития. Ну а понятно, что исходя из этого, для него не существует различий между особых развитий между животными и человеком. Тут он немножко воспроизводит и рисуется. Ну и так далее, и так далее. Я не буду сейчас поддаваться в эти натурфилософские построения Акэна. Они действительно сами по себе очень интересны. Но это действительно займёт очень много времени. А из таких практических биологических наук, пожалуй, и биологических задач, пожалуй, можно отметить одно. А Акэн, лучше уже европейский, всеевропейский известный учёный, вступил в спор практически в Северный Кресный Павел. Они были почти родственниками. Я говорю, как Гёте, и Ларас Акэн. И как ни странно, этот спор относился к проблемным приоритетам. И тот, и другой считали себя открывателями и исследователями. Гёте отстаивал своё право на открытие. Оно действительно исторически почему-то все приписывают это открытие Акэне. Ну, Акэн, в сути по датам, но год раньше Гёте отнесёт об основании. Ну, вот Эдзабача, это как раз в последние годы жизни провели в этой бесполезной терпе, отстаивая правила приоритетов и управила приоритетов. Ну, а теперь давайте поговорим о том, что сделал Акэн, уже непосредственно для естества знаний. Значит, вот здесь из того, из его наследия, я стараюсь всегда выделить только одну гипотезу. По сути дела, это, ну, некая... Это уже такая немножко более конкретизированная предтеча будущей клеточной теории. Вот в этой самой своей книге «Мерков философия». Значит, я повторяю, эта книга вышла в 1806 году. «Мерков философия». Вот тут мне даты очень разные. «Задолго до работают в Роше, и уж тем более до работают в Акэн». Итак, что пишет Акэн по этому поводу в своей «Мерков философии»? «Основным веществом органического мира является углерод. Углерод, слившийся с водой – это слизь». Внимательно слушайте, потому что я потом к этим формулировкам буду возвращаться. Углерод, слившийся с водой – это слизь. Все организмы произошли из слизи, которые могут принимать разную форму. Первое органическое тело... До этого мы говорили только о веществе, да? Углерод, слившийся с водой – это слизь. Первое органическое тело – это слизистая точка. Собрание первичных органических точек – это пультверек. Пульсия. И очень долгое время клетку называли то клеткой, то пузырькой. Первичные пузырьки, собранные вместе составляют, называют инфузорией. Настоящие организмы – это слизистые пузырьки разной формы, собранные в разных комбинациях. Согласитесь, что это клеточная теория и есть в основе своей. Клеточная теория. Еще 40 лет понадобится швам, чтобы сформулировать свои положения клеточной теории. Окей, а это 1862. Тут четко подчеркивается, что лежит в основе органическое вещество, в котором деминируют. Совершенно ясно считаются наметенно сложные органические молекулы. Из них собирается клетка анималькула, а из них формируется многоклеточный орган. Вот он, клеточная теория. 1862. И с этой точки зрения Акэн, по сути дела, уже не правозвестник. Вот Лейбниц и Духон были правозвестниками клеточной теории. Они только говорили о том, как это можно себе представить. Это было осознание, а не собственное знание. Акэн начинает переходить от осознания непосредственно к знанию. Во времена Акэна, конечно, уже была основа микроскопии. Уже стали появляться работы по тонкому строению крупных многоклеточных животных. Но это, конечно, не современная гистология. Хотя бы не такие представления там появляются. Но вот он все это обобщает. По сути дела, Лоренс Акэн – это 1779-1851 годы. То есть это самый конец XVIII века и начало XIX века. Это уже наше время. Но в это же время, в современней Акэн, Акэн – это Германия. В современней Акэн. Преживущий во Франции. Рене Дютраше. А вот здесь нам хочется сказать несколько слов. У человека, который никакого отношения к биологии не имел. Но с именем которого связан целый ряд крупных биологических открытий. Я имею в виду Наполеона. Дело в том, что Наполеон был не просто великим оператором, крупным политическим веком, замечательным полководцем. Наполеон был еще фантастическим организатором. То, что мы назвали бы менеджером в современном смысле слова. Создавая свою армию. Удивительно. По тем временам еще похожего ни в России, ни во всей Европе не было. Армия бы напали. Он обращал очень серьезное внимание на здоровье своих солдат. Поэтому, как ни одна армия в мире, армия Наполеона обладала фантастической медицинской частью. Такого до Наполеона вообще не было ни у кого. Были специальные медицинские подразделения, которые отбирались самые лучшие врачи того времени. И надо сказать, что они сделали очень много для победы Наполеона. Потому что армия Наполеона перед своей славой была не только непобедима, она была прежде всего здорова. И вот среди этих врачей в разные годы находились люди, которые были не только врачами. Повторяю, он отбирал незаурядных врачей. Но они оказывались еще и незаурядными следствиями. Я приведу просто несколько примеров. Уже во время всех походов Наполеона именно врачи, французские врачи, врачи его армии, предложили использовать так называемых хирургических личинок мух для заживления ран. Они заметили, провели специальный опыт, что на самом деле загноившаяся рана, в которой появились личинки мух, заживает быстрее и легче, чем обычно. Нет, слово антибиотики никто не знал. Теперь мы знаем, что слюна девчинок мух содержит действительно определенное количество антибиотиков, которые вызывают и снижают нагноение, и вызывают быстрое выцеление ран. Это потом из этого американцы начали создавать свои заводы в начале 20-го века по производству вот этих хирургических личинок, уже абсолютно стерильных, которые можно было использовать в простых операционных палатах. Ну, первыми это придумали врачи, например. И с помощью хирургических личинок они спасли немало жизней. Врачом французской армии был знаменитый лаверан, который уже после того, как после разгрома Наполеона уехал в Афгани, и там, занимаясь больными, нашел возбудителя малярии. Честь открытия возбудителя малярии принадлежит его рану. А это оттуда же, из того же наполеоновского котла. И вот среди бывших врачей наполеоновской армии был вот этот самый Рене Детрошер, который принимал участие в испанском походе, который лечил больных, но который проявлял интерес к проблемам гистологии, которая только-только начинала зарождаться. Появляются самые первые методики. Я буду об этом говорить в следующий раз более подробно. Но, повторяю, самые первые методы появляются именно в этот период. После разгрома Наполеона он оставляет медицинскую практику, службу в армии, и в основном занимается исследовательской работой. его интересуют проблемы осмоса. это абсолютно новые по тем временам. его изучают, его интересуют строение тканей. причем он очень быстро переходит от изучения растительных тканей. Там легче было получать срезы. микроскопирование животных тканей. А тут методические сложности пока еще были непреодолимы. Ну и в результате в 1824 году. Появляется знаменитая книга «Изучение анатомии и физиологии растений и животных». в которой Дют Рошель описывает, используя предложенные уже не Акэном Термен Туртьярте, да? А используя Кермен Целлюля, клетка, приборщенный еще Буком, Роберт Буком, описывает клеточное строение тканей. Не просто описывает, а показывает, что до дни те же клетки. то, что было непосредственно видно в световой микроскопе того времени. И это действительно было задолго до появления на Ромашку. 13 лет понадобилось Дют Рошель для того, чтобы уточнять свои наблюдения. Это был действительно настоящий, в современном Туртьярте. Он подбирает разные образцы. Он их сравнивает. Показывает, что животные состоят из различных тканей. Так же, как и у растений, ткани немножко разные. Еще самого понятия ткань не было. Но он показывает, что клетки группируются в какие-то отдельные группы, которые отличаются от соседей. И вот в 1832 году Дют Рошель издает второй из этой книги, вот той же книги, которая действительно является полным изложением приобщенной теории. И суть сводится к чему? Только к тому, что все живые организмы построены из клеток. И клетки эти абсолютно одинаковые. Что у растений, что животных. Принципальных отличий нет. Ну, морфология клетки немножко отличается. Но, в принципе, это те же самые клетки. И клетки могут иметь разную форму и разное состояние. Вот тогда начинают закладываться основы различной тканевой дифференцировки клеток в пределах организма. Единственное, о чем Дют Рошель не пишет и не упоминает. Откуда клетки будут? Механизм воспроизводства клеток в многокляточном организме. Продаватому тетради в несколько минут. Продаватому тетради в несколько минут. И по-французски. И по-французски. И по-французски. И по-французски. И поэтому французский язык, в общем, еще не получил с капсу. Да, язык великосветского общества, он действительно получил статус всемирного, но как научный язык. И он мало кто знает. И поэтому работы Дют Рошель, вот как-то не прискорбно, действительно остаются неизвестными, практически неизвестными Германией и других частей этого рода. И поэтому, через несколько лет, уже немецкий ученый, Тедор Шван, Мальчик, современный Германией и Дют Рошель, издает свой вариант. И вот здесь возникает такая, не очень, на самом деле, приятная проблема. Это во времена Аристотеля проблема авторства. На самом деле, не играла никакого значения. А вот в 19-ом веке оно уже и не означало. С помощью упоминавшихся много споров между Аркадом и Германией. А тут проблема авторства Людмила Башёвича. Таково считать автором, это революционно было. Ведь на самом деле, то, что написал Теодор Шван, почти слово в слово повторяет то, что написал Людмила Башёвича. Все основные принципы и положения плеточной теории, они сформулировали абсолютно одинаково. Но ни в одной работе Шван и мы не находим курсовок на Дют Рошель. Хоть просто ни одной. Такое впечатление, что он не знает этих работ. Они-то вышли за пять лет до этого. Уж за это время. Я, конечно, понимаю, что это не свечи. Но за пять лет эти работы могли достичь Франции. Мы могли достичь Германии. Он-то публиковал в Серьезах, кроме Франции. Вот это действительно остаётся так. Но теория приписала, да, молва приписала башню теория, но молва приписала историю открытия клеток, при воздании клеток с настоянием, и не всё. Шван был действительно крупнейшим учёным. Никто этого не отрицает. И относиться к Швану нужно с абсолютным почтением. Ну, достаточно вспомнить. Ну, Шван, надо сказать, ещё был учеником действительно. Крупнейшим это Ирганн Лиллер. Ученик, по сути дела, учитель Швана. Он воспитал Швана. Ирганн Лиллер я буду специально говорить. Значит, Шван занимался, ну, скорее, не просто морфологией, гистологией, да? Сейчас бы это назвали физиологией биохимии. Крупнейшая работа Швана это что? Это изучение фронтативных процессов, связанных с гнивением, пищеварением и брожением. Вот с этого началась биохимия. Именно с этого. Не Шван использует первое понятие фронта. Он открывает пипсин. И тут у Швана нет никаких конкурентов. И вот, среди прочего, вот этих физиологических, биохимических, удивительных работ Швана, да? Он формулирует вот эту клеточную фронту. Вообще, честно говоря, она выпадает из первого интереса. По-настоящему он клетками не занимался. А, будучи просто очень широкообразованным человеком, естественно, знал все, что творится вокруг. Это действительно на арку. Писающий университетский профессор. Но сами по себе клетки его не интересовало. И вот так, между различными биохимическими опытами, он формулирует вот эту клеточную теорию. Я повторяю, да? Она слово в слово повторяет то, что написал дед Раша. За одним маленьким исключением Шван попытался выяснить, откуда клетки берутся. Вот дед Раша этого вообще не касался вообще. Как возникает многоклеточная система, каков источник клеток в процессе роста организма. А ясно, что клетки должны как-то воспроизводиться. Полторяю же, Раша этого пункта не касался вообще. И не потому, что, наверное, скорее всего, он знал об этом. Но так как у него не было никаких данных, то он просто полностью об этом говорил. А вот что он пишет? Клетки воспроизводятся из клеток. Но только, конечно, пишет, мягко говоря, в некотором смысле осеннее, да? Потому что вот этот гербик чуть-чуть дальше, в конце 19 века гербик сформулирует каждая клетка из клетки. А Шван пишет, что между клетками возникают новые клетки. И рисует что-то вроде такого то ли почковаренное, то ли непосредственно то, что мы сейчас называем пляточным матрицем, там формируются новые клетки. В общем, это единственное, что неправильно в пляточной теории, вот этот пункт Швак. Это пункт Швак. Все остальное, повторяю, Дют-Роше совпадает в пункт. И надо сказать, что с этого момента эта клетчная теория действительно получает фантастическое распространение. А это именно с момента появления работы Швана. Дело в том, что вот то, что называется «Назрело по треку». Эти работы Швана переводятся на самые разные стуки. Ну и обычно в одной блину с Тодором Швана называется еще одна фамилия – Шлейн. Собственно говоря, так почти что двойная фамилия в современном понимании, да? Шлейден Швар. Почти что через черточку. Так вот, Шлейден – очень известный немецкий ботамин, работавший совершенно отдельно от Швана, изучавший анатомию растений, использовавший тот же самый термин, что и ГУК, целевая клетка, клетка, описывал тот же объект, что ему, в кого-то пробовал одно. И описывал вот эти пузырьки, воздушные пузырьки, к клеткам, еще не имеющим никакого отношения. Он повторил то, что повторил. Но почему-то, в условиях такой всеобщей эйфории, решили, что Шлейден тоже принимал участие в создании и в создании человеческой человечества. А этого не было. Рачван описывал настоящий клеток. Джут Раше описывал настоящий клеток. Насколько это позволяло усвоение технологические возможности своего времени. Но не более так. Шлейден этого не делал. Это была чисто ботаническая работа. И надо сказать, уже при жизни самого Шлейдена молва стала приписывать ему в честь открытия клеток. И вот тогда-то появилась эта связка Шлейден-Сван, да? Фактически через тело. И, следом всего этого, категорически кричился. Он абсолютно не воспринимал себя даже не то, что созданием, как участником создания клеток. тряточной теории. Поэтому, конечно, но, повторяем, так же как Левен-Бух, изобретатель микроскопа, так и Шлейден, создатель тряточной теории. Это мифы. Мифы науки. Итак, возникла тряточная теория. В 37-м, начале 40-м году, на 19-м столетии. А дальше что? А дальше, естественно, возникает вопрос, а кто к тебе не может? Понятно, клетки — это многоклеточный организм. Тела многоклеточных организмов состоят из клеток. И оба автора клеточной теории, и Шлейдена, и Швана, и классическая оговорка, и Дютраше, и Швана оцениваю как равноправных создателей клеточной теории. И они отнюдь не умоляют заслуги ни того, ни другого. Они оба пришли к одному и тому же выводу. Блестящему научному обобщению вот, пожалуй, самостатному историю животных. Именно самостат. Но оставался другой вопрос. Это всё касалось многоклеточных организмов. А как быть с этими самыми ленингуковскими анимальковыми пузами? И вот здесь мы сталкиваемся с группой товарищей, работы которых последовали буквально однажды другое. Это Дюжартан 1841 год. Это вообще фантастическая фигура. И фон Зибель 1845 год. В течение четырёх лет появляются три крупнейших работы. Авторы которых как бы продолжают изыскания Дюжартан 1841 год. И переносят клеточную теорию на мир анимальковых. И показывают, и по тем временам показывают совершенно точно, что простейшие, в строгом смысле этого слова, те же протозовы существуют, но в совсем другом смысле. Простейшие имеют клеточную пирогу. Состоят из клеток же, но только это одна пирога. Клеточная природа протистов и одноклеточная природа протистов. Вот что самое главное. Вот так впервые возникает понятие клетка организма. Ну что, это та же самая клетка. Ну, несколько слов об эстрюзерах. Что же бы вы представляли антилигер? Фон Зибель. Это человек, который великолепно уступывал клеточную теорию. Надо сказать, начиная с работы Турошева. Хорошо знал его. Он занимался потрясающей, у него потрясающей работой по эмбриологии. И, в частности, по развитию плоских червей, жестоких. Он описывает личинки, описывает и клеточное строение. Это фантастические работы. Как используя те современные технологические возможности, которые тогда существовали, как, используя те микроскопы, увидеть то, что видел Зибель. Мне приходилось держать эти работы в руках. Я специально с ними работал. Это фантастические вещи. Да, там, конечно, много, ну, так и говоря, вранья. Но это несознательное вранье. Он видел так. Но то, что он видел, он изображал абсолютно точно. Вот это нужно почерпнуть. И вот этот человек специально занимается простейшими. И показывает, что клетка эмбриона и клетка простейшего – это одна и та же клетка. Она состоит из тех же самых структур, из тех же самых частей. А вот этот человек, ГБИ, вообще вошел в историю европейского естествознания, как фигура очень крупная. Да, вот. Практически не уступает ни Шван, ни Дют Роше, ни Акэ. Значит, кроме того, что между своими он, Деборин, подтвердил креточную природу протеста. Это было сделано, кстати, почти на то, куда раньше Зибольда. Работа Зибольда вышла в 1045 году, а работа Дебори вышла в 1843 году. Так вот, Дебори, прежде всего, в известной степени является отцом современной сегионтологии. А ты ему принудил, что тянуть сегионтологии. А то он его принудил, изучая сообщество растет. Он в основном-то был ботаником. Вот Зибольд был заулом. А Дебори был да ботаником. И он написал о симбиозе, да, как о совместном существовании разноименных организмов. И он фактически выделил несколько групп симбиотических отношений. В том числе и паразитизм, конменциализм, мутуализм. Эта серия работ у него растягивается на несколько лет. Он занимался очень серьезно физиологией растений. Он возродил Левенгуковский метод культурального воспроизводства протеста. Фактически он доказал, что окрасивание — это не дремы, а всего лишь одну из группы лета. Потом эти работы Дебори забылись совсем. Но это его работа. И так далее, и так далее. То есть это были действительно крупнейшие исследования. И вот среди прочих работ он как раз и пишет о том, что клетка полностью соответствует понятию клетки. Ну, а первым в этой удивительной приятель был Дюжардон. Тоже крупнейший французский человек, с которого вообще начиналось, по сути дела, протезология как таковая. Только уже, извините, не в Лиду Мюллеров, не в Жабловском релянте, а настоящая протезология, изучение простейших. Вот с него начинается именно, не только французская, но и мировая протезология, протестология. Изучение одноклеточных организмов. И Дюжардон прекрасно осознал, что это одна клетка. И формирование отдельной области ног. Это потом из-за этого вырастет. Потрясающая перемена французских протестологов, которые, собственно, и создавали вот эту самую современную протестологию. Ну, и наконец, от того, чтобы закончить сегодняшнюю лекцию, ну, это просто картинка из работы Дебори, как представляете, когда предки еще. Вот она, друзья, я хотел сказать несколько слов. Извините, я сегодня не успел вынести книжку, в следующий раз ее покажу. Это знаменитая и трагическая фигура в истории науки. Это Эрнберг. Эрнберг. Почетный академик, член Академии Бессмертных. В прошедшем истории науки. Целым рядом очень серьезных открытий обобщений. И вся беда Эрнбергу заключалась в одном. Академии Бессмертных. Он не принял клеточку. Уже после работы Зимальта, Дюжардана, Габарит. Он выпускает книгу, на которую потратил несколько лет. Это потрясающий двухтомник. Вот такого формата. Я сегодня просто не успел забрать в кабинет эту книгу. Она у нас есть. Я покажу эту книгу. Ее тоже стоит поддержать. Книгу, которая так и называется. Понимаешь ли я? Как совершенное животное. Ни одна клетка. Действительно совершенное животное. Нет. Тут, конечно, такого паноптикума, какое рисовало в свое время Жабло, естественно. Рисунки Эрнберга характеризуются фантастической точностью. Там уже не только группы. Там можно узнать отдельные виды. Вообще, эта книга действительно пример такого полиграфического искусства настоящего. Там один том, это описание этих животных. А второй том, такого же формата, это потрясающие святые книги. В этой книге он очень подробно описывает все, что он видит. Это еще своего рода учебник, по сути дела, такая, даже не учебник, а потрясающий адрес, административный адрес, знакомящий с самыми разными группами последнейших организмов. Но Эрнберг не принимает, нет, он принимает клеточную человеку. Я хочу это сразу же подчеркнуть. Удиваться нет. Клеточную человеку принимает совершенно. Но не считает простейших. Вот в чем тут. Это действительно, если хотите, это трагедия ученых. Блистательного ученого. Которые в конце жизни, да, а это уже, по сути дела, закатное, его это работа простейший, как совершенный организм, вот, да, оказаться, ну, если хотите, у вас в виде лакарда. И так всегда, и большинство историков науки, это трактолог. Да, клетка простейших и клетка многоклеточных животных, то есть организм простейших, вот я правильно выразился, не клетка простейших, а организм простейших, и клетка многоклеточного животного, это разные структуры. И повторяю, на многие годы, в самом деле, десятилетия, все кивали головой, говорили, да, ну, книжка очень хорошая, описание отличное, но, извините, название никуда не приняло. Тут и Эрнберг дал явную работу. А ведь на самом деле история-то не кончилась. Как ни странно, уже в последние годы вновь и вновь возникают сомнения, а, может быть, Эрнберг был все-таки прав. Может быть, простейшие, это не те же самые клетки, в которых построены наши слова. Может быть, они просто имеют разное преисхождение? Ну, вот об этом мы будем говорить о своих словах. Все, все, все.